МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Контроль выполнения доручения у президента. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков сёння здесь неу рабочую поездку у Гомельскую в область. И допомога на жневе и захаванне пожарной бяспеки. Супрацовники МНС перасели на комбайны. Студентская житцё. 1 вересня у ВНУ Беларуси прийдуть вучиться 53,5 тысячи першакурсников. Святыня Удар. У Гомель доставлены мощи святого Пантелеймона. А зараз обгэтым и іншым больш падрабязна. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков сёння наведал Гомельскую в область. Керавнику Рада знайомился с ходом полевых работ и выполнением доручения у президента Беларуси, дадзиных подчас селекторной нарады. За ходом визиту сочили наши корреспонденты. Сельско-господаршие предприемства выходят на темпы жнива, якие дозволят убрать збожжевые свои шоссовы. Тычаться это як Беларусю целым, так и нашего региону приватности. Постанье на сёняшню ранницу в области убрано 52% площу. Агульный намолот перевысил 570 тысяч тонн. За вчерашний день 4,8%. Вот нам надо выходить 110 тысяч уборки в день и 400 тысяч намолота. Вчера за день намолотили 380 тысяч. Урожай подрастает, вот уже 35,5. Больше прошлого года на 1 цент, теперь это радует. Сабранного урожаю повинно хапить не только для потреб внутреннего рынка, але и для поставок на экспорт. Головное собрать вырешенное без трат, пришим на усіх палетках. Усовезе с гэтым особливая увага – выкананню дорученью президента, дадзиных на селекторной нараде. По нашему региону комбайны на второй день, сразу после распоряжения президента, комбайны ушли все на поля, новая. Топливо создан, запас. У нас сегодня топливо наличие резерв. С резерва 6 тысяч тонн и кредитные ресурсы. 8,2 миллиона. Так что по топливу просто решено. И поддержка губернатора субсидии. Уже мы отдали после этого совершения, где-то 4 миллиона отдали субсидии. Еще одна зона повышенной уваги по лепшению финансового стану проблемных сельгаз-предприемств. На Гомельшине еще недавно таких господарок было больше, как 40. Сегодня статистика лепш. В частности, конкретно в Гомельской области было определено 41 неплатежеспособное хозяйство, из которых, по данным Гомельской области полковы, 15 организаций восстановили свою платежеспособность. Хотя я пытал у них насчет того, насколько глубоко это восстановлена платежеспособность. Текущая на данном моменте восстановлена. Это главное то, что у предприятий сходятся финансовые потоки, имеют положительный баланс. Это самое главное для того, чтобы обеспечить текущую платежеспособность, иметь перспективу в общество выходить уже на нормальное функционирование. 19 хозяйств улучшили ситуацию, но пока свою платежеспособность не восстановили. Ну а пару хозяйств там, вы видели, которые потребуют дополнительных мер. Премьер-министр Пиракананы для поляпшения финансового стану сельгаз-предприемствам необходны две умовы – дисциплина, утемликовый творче и сучасная технология. На Гомельшине реализовать эти планы меркуется у тым лекой с допомогой Туровского молочного комбината. Тем более, тут уже есть ответный опыт. В 2014 году мы приобрели два хозяйства в Житковичском районе. И в начале этого года мы взяли в управление, пока в управлении, три хозяйства в Лоевском районе. Значит, уже в течение текущего года мы инвестировали туда через технику 4 миллиона евро в развитие этих хозяйств, для того, чтобы обеспечить там соответствующий, скажем так, рост и молока. И нам удалось, тенденцию пошла у нас в плюс по молоку, и обеспечить кормами насыщику. То есть мы очень серьезно занимаемся сырьевой зоной. Туровский молочный комбинат створен в 2010 году. Все лето тут повинна завершиться реализация другой шарги будовництва. Увы, неку объемы перепросолки молока на предприемстве повелишится удвоя. До 80% продукции поставляется на экспорт. Сярод партнера у Туровского молочного 10 краин. У ближайший час гэты спис пополнится. Жадание супрасолнишись с комбинатом, выказываются потенциальные партнеры з Украины, а так само Китая, Ирана и Ирака. Для подрымки таких предприемств, у тым леку праз забеспечения сыровиной, агушивается пытание створения у Беларуси свободного рынку молока. Нам надо создавать уже рынок молока. На первом этапе, чтобы не нарушить этот вопрос, весь прирост к базовому году давать на рынок. Вот 700-800 тонн сейчас и на сутки такого молока. То есть это по договорам, это не нарушается стоявшиеся сырьевые зоны. Остальное маржинальный рынок молока. Он сильный, он может заплатить больше. Пускай он покупает эти издержки, вернее излишки. И постепенно мы на рынок выйдем. Но начинать с чего-то надо. Меж тем объемы работы в господарках повеличиваются. С завтрашнего дня на Гомешине распочинается сяуба, а зима гарабса и уборка кукурузы. У раджа, яку оценивается, як вельми добры. Необходная техника и палева для этого есть. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель», Житковецкий район. У сам разгар уборочной допомога лишней не бывает. Выйсти у поля и примерить на себе роли комбайнеров. Все лето вырошили шастеров и ротовальников пожарных. Як профессийные якости допомагают им во уборцы у раджаю. И як МНС сочить за пожарной безпекой на полях. Доведалась Ганна Ковалева. Сутки за рулем пожарной машины, за тем еще день за рулем комбайна. Яуген Зюлев 10 годов тому связал житие с пожарной службой. Ямаль одночасово открыл адлик стажу комбайнера. На эту посаду он заступает каждое лето, когда аграрные предприемства пополняют штат сезонными специалистами. Сырод таких помощников – люди разных профессий. Для многих это махчимость подзарабить подчас в отпуску. Яуген же поспевает сумещать працу в поле со службой, причем бачить в обе двух профессиях агульные рисы. В Рафик сутки работаем, двое суток выходных. У нас все свободное время здесь. Эти две профессии схожи. Помогаешь людям. Для меня нет первоочередной. Там я оказываю помощь спасая людей. Здесь я убираю хлеб. То есть и та и та профессия, я считаю, важную. У этой же господарцы за рулем комбайна працует еще один воротовальник. Сергей Жуков допомогает во уборочной 10-й год запар. Как и у его коллеги, у Скарбонцы трехразовое досягнение от знаки у тысячу тонн собранного ураджаю. Форму воротовальника, примеру, 15 годов тому. Зараз уже начальник пожарного аварийно-воротовального поста номер 15 Гомельского районного отдела по надзвычайных ситуациях. Кажет профессийные навыки воротовальника корыстны и у поля. Я как пожарный, я знаю, что вероятность возгорания слишком велика, особенно в жаркую погоду. Как хлебных массивов, так и возгорания техники. Поэтому перед тем, как выехать в поле, проверяем первичные средства пожаротушения. Проводятся инструктажи. Мы, конечно, тоже помогаем своим коллегам, проводим практическую помощь, теоретическую. Стараемся тоже помочь, показать, рассказать. В уголе пожары на полях региона зараз редкое выключение, дякуючи у тымлику працев воротовальников. Яны что дня наварте баспеки. У спякоту профилактицы особливая увага. Благодаря комплексу мер, проводимых работниками МЧС, пожаров на объектах сбора, хранения и переработки урожая в текущем году на территории Гомельской области не зарегистрировано. Спасатели Гомельского гарнизона принимают участие не только в проводимых рейдах по обеспечению пожарной безопасности, но также и выходят в поля. В уголе в этой хвелины на палетках Гомельшины за рулем комбайна упрацуют шастера работников вырожая. Яны допомагают сбирать урожая в Гомельским, Брахинским, Будакашалевским и Жлобинским районах. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Гомельчанам допомогутю пошуку працы. Десятого жнеуня пройдет шарговый мини-кермаш вакансии. Огульно-городское мероприемство отбудется во управлении по праце занятостей социальной обороны Гомельского гарвы Канкама по улице Пролетарской, 18. Министерство адукации опубликовало топ-7 самых популярных специальностей в Украине. Маль усе месяцы заняли столичные ВНУ и только одно пришлося на региональную установу, причем аминавита нашей в области. На первой месяце по выниках приема документов на бюджет спортивно-туристичная деятельность «Менеджмент у туризме» у белорусским педуниверситете имя Максима Танка. Жадающих поступить на эту специальность было больше, чем 15 человек на месяце. На другой ступени дизайн у Белдяж-Университете конкурс больше, чем 12 человек на месяце. На третьей месяце задрывом у один пункт «Актерское мастацтво» у Белорусской академии мастацтво. Немало ожидающих было усярудь тех, кто подавал документы на специальность психология во университет имя Танка. Следом идти компьютерная физика у БДУ, шестое место у рейтингу у Гомельской ВНУ. Конкурс «5 человек на место» зафиксованы на специальность распроцовка нафтовых и газовых радовища у Гомельского державного технического университета имя Сухога. До речи, у леташним рейтингу у ВНУ нашого региона не было. Вогуле план приему за кошт бюджетных сродков выполнен целиком по усіх формах отримания адукации. У ВНУ краины на бюджет принята амаль 27 тысяч человек. У сяго 1 вересня у высшейшей установы Беларуси прийдуть вучиться 53,5 тысячи першокурсников. Амаль 155 тысяч школьников со шмадзетных семья у Беларуси отримают материальную допомогу до нового навучального года. Такая патрымка оказывается, что год с семьям, які выховывают троих и больше детей. Одинразовая выплата продуглежена на кожного навученца установа гульной середней и специальной адукации у померы до 30% бюджету прожиточного минимума. Зараз гэта амаль 60 рублёв. Сёня у вёсцы Гагалі Рычицкого района распачау работу Добрахводницкий археологічный отрад «Ведрыч» имя Сергея Расадзіна. На протягу двух тынів студенты-гісторики ГДУ имя Франциска Скарыны и навуковцы Национальной академии навок Беларуси будут шукаць артефакты каменного веку. Гот тому на березе Бярезіна экспедиция працавала у вёсцы Горваль. Там знайшли адразу два помніки археологии. Керавником юных доследчиков был профессор гісторы Сергей Расадзін. Каля месяца тому вядомага доследчика археології не стала. Другая экспедиция отрада «Ведрыч» просвечена памяти в учонага. Акрыленные минулогоднім пошуковым шансованням, сё лето археологи различываюць знайсті не менш важныя артефакты. У вёсцы Гагалі попередній аналіз Глебы показав, што паддзеранам ёсць рэшткі старадаюних рэчаў. Студэнты-історикі ў першыню будуть працаваць на раскопках стоянок каменного веку. Яны различываюць, што знайдуць цікавыя прадметы кераміки і кремнівый інвентар эпохі неоліту. Я начал с 2011 года, первый раз я їздил на раскопки, это в деревню Романищи на разведку, и там как раз был бронзовек. Мы находили и нашли 70 курганов различных погребенья. Часть з них была разрушена, и вот там первый раз я встретился с археологией. Мы надеемся, что вот те ребята, которые будут работать в волонтёрском отряде, именно в реческом районе Ведричи, они приобретут те навыки, и, может быть, кто-то из них, и станет нашим следующим выдающимся белорусским учёным. Каучех с шастицей мощи у святого Пантелеймона сустрелись сёння у Гомельским свято-Петропавловским кафедральным саборы. Тяжко пераціонить значность гэтай падзей не толькі для усёй православной епархі, але і для християнського свету Беларусі. Шастицца судадзейных мощи у святого перададзі на Гомельскому храму на пастоянное заховування. Наталья Капрыленка с подрабязностями. 350 годов мощи одного з самых знакомитых великомучеников не покидали стены кафедрального сабору города Джерачи у Италии. У першиню перевести святыню походилися у минулым годзе. Менавіто у Гомельскі свято-Петропавловскі сабор. Тады до крануцца да яе пришли тысячи верників. І вось сё літа у День пам'яти святого отбылась ахістарычная падзея. З итальянськой царквы Каучех з можшами приїхав на пастоянное заховування. Мы сегодня с вами ещё не осознаём, что нашими руками делается история государства и православной церкви на Белоруссии. Дело в том, что получить святыню, которая бы постоянно находилась в том или ином городе или соборе, это было всегда величайшим событием для всего государства. И такая святыня, как часть мощей святого великомученика Пантелеймона, остаётся в Белоруссии, означает для нас, что святой великомученик Пантелеймон с сегодняшнего дня является нашим с вами покровителем, нашим молитвенником для нашей многострадальной чернобыльской земли. Дар христианской реликвии от католицкого храмам православному, знак братерства и одинства у веры подкресливуть гости. Наши культуры были исторично поделены, а ли святыни у нас огульные. Итальянские гости поназирали за литургию у собора, и епископ Али возвернулся так само с промовой до Гомельчан. И он отзначил, что для шматпакутных гомельской земли это допомога у молитвах вернику об вылечении. Для меня это была большая радость привести частицу мощей. Мне даже сложно объяснить, насколько это важно для сближения. Для меня это волнительно. Это очень важный знак. Итальянские гости застанутся на Гомельчане еще до конца тыдня. Епископы и его сопроводжающие наведуют вядомые гисторичные мястины и святыни Гомельчаны. Так само 11-го жнивня примутся дел у литургии, присвеченной памяти Манефе Гомельской. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук. Телерадоя компания Гомель. Гэты, а так само иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорта вас познайомить мой коллега Михаил Садоуски. Редактор субтитров А.Семкин